все включаю и будем двигаться кто не смог присоединиться уже посмотрит запись так напомню у нас сердечно-сосудистая система мышечная ткань она сердце допустим это перечнополосатая мышечная ткань и есть клетная есть сердечная соответственно вот она чем отличается от гладкая поперечнополосатая скелетная и сердечная то есть скелетная она не имеет таких вот соединений поперечнополосатая сердечная мышечная ткань на клеточке друг между дружкой соединяются и тут еще есть такой интересный слайдик по поводу автомате проводящей системы сердца по поводу сердца еще слайдики всякие посмотрим кардиограммку вам покажу сейчас разговорюсь только все по на рассказываю вам чтобы интересно было перечнополосатая она потому что имеет саркомеры но это ладно пока пустим в принципе спрашивают так а вот кровь кровь это соединительная ткань и иногда еще соединительная ткань называют ткани так алиса опять выпало ткани внутренней среды то есть мы сегодня поговорим про кровеносную систему и немножечко совсем чуть-чуть затронем кровь про ткани внутренние среды то есть уловили вот для себя пометьте где-нибудь что соединительная ткань это ткани внутренней среды особенно когда речь идет о крови крови и лимфе кровь мышечная и соединительная ткани образуется из мезодермы недавно кто-то спросил типа из чего образуется сердце и кровеносная система мезодермы не знаю может человек хотел узнать чуть побольше но из мезодермы образуется так вот эти все штуки мы уже прошли поэтому здесь просто листаю чтобы вы повторили немножечко вспомнили как много всего вы уже должны знать и давайте начнем самых таких простеньких слайдик слайдиков то есть там дальше будет по нарастающим у нас есть два круга кровообращения малый круг кровообращения и большой здесь вот вы в целом вот можете плюсики поставить если вот на данном рисунке вам все понятно что здесь можно отметить то есть когда на всех рисунках человек стоит как бы лицом к вам поэтому вот представьте что стоит лицом лицом к вам поэтому вы понимаете что вот это вот левое предсердие это вот левый желудочек соответственно это будет правое предсердие и правый желудочек но хотя вот написано человек стоит лицом к вам то есть все рисунки это лицом к вам так тут понятно вопросов нет поэтому идем по усложняю здесь на схеме чуть по другому видите вот здесь вот нарисовано предсердие вот нарисован желудочек вот тоже нарисовано предсердие вот вот нарисован желудочек это все указано схематически из этого всего рисунка то есть вы когда вопросы будете решать я предлагаю просто нарисовать кружочек вот такой вот дальше что очень важно знать что в левой половине сердца находится двустворчатый или метральный клапан в плавой в правой половине сердца находится трехстворчатый клапан вот здесь находится клапан легочного ствола а здесь вот артальный клапан потому что соответственно из правой половины сердца из правого желудочка выходит вот правый желудочек вот он сюда должно показывать да где он правый желудочек так и вот легочной ствол видите легочной ствол то есть это легочная артерия него тут они делятся на легочные артерии правые и левые но вот этот вот сосуд называется легочной ствол плюсик какой-нибудь поставьте из легочного ствола выходит венозная кровь которая идет к легким то есть вот вот это вот это легкие здесь собственно все подписано из правого желудочка выходит аорта аорта идет к голове и к ногам чем мне нравится вот этот вот слайдик картинку которая нашел здесь в принципе на достаточно хорошем уровне расписано где какие сосудики находятся как идет кровообращение что еще в цветы интересного спрашивают обратите внимание вот еремные вены еремные вены это те вены которые идут от головы потом они впадают в подключичные вены потом вот плечи головные и все это впадает верхнюю полу вену максимум внимания на то что верхняя половина впадает в претердия то есть когда вас просят поставить по порядку какие-то пунктики да вы должны понимать что если есть претердия то в претердия будут впадать полые вены они есть нижняя половина и есть верхняя половина то есть в претердия не может впадать какая-нибудь еремная вена то есть любая другая она будет впадать в итоге в полу вену а потом все это дело будет впадать в претердия дальше из желудочка по легочному стволу это идет все легкие из легких по легочным венам это идет все в левое претердия из левого претердия минуя вот двустворчатый клапан а метральный клапан но попадает в левый желудочек и идет дальше вот видите сосудики такие вот схематично разрисованы обратите внимание что здесь есть сонные артерии то есть сонные артерии это то что идет и кровоснабжает лицевую и мозговую часть черепа на головной мозг и лицевые дела подробнее вы все это будете вас ждет кто идет там на стол в мед вы все это будете подробно учить вот аорта от этого часть аорта то есть дуга аорты грудная часть брюшная часть дальше вот здесь вот смотрите есть бифоркация орты вот она делится и вот есть общие подвздошные артерии точно также есть общие подвздошные вены почему они так называются подвздошные потому что у нас есть таз мы уже проходили порно-двигательную систему вы помните что таз состоит из трех костей сросшихся между собой это подвздошная седалищная и лобковая кости соответственно сосуд который идет вдоль подвздошной кости он называется вот подвздошной артерии или подвздошной вены так здесь пока если вот все понятно вам то можете присунуть плюсик поставить алиса что-то постоянно выкидывается прям мои соболезанное почему так получается не знаю в цитре встречались названия еремные встречались названия подвздошные вены желудочная артерия чтобы понимали мы соответственно артерия которая будет кровоснабжать желудок она будет назваться желудочной то что артерия вы понимаете что вот есть аорта от аорты дальше будет отходить какая-то артерия супер большие подробности вам изучать в принципе даже не надо понимаете что есть вверх есть низ да то есть есть то что течет голове и руками кровь и потом она возвращается в верхнюю полувену есть то что кровоснабжает вот то что ниже сердца на кишечник ноги там все вот эти органы которые тут расписаны и потом это все впадает в нижнюю полувену то есть по нормальному вот если вы сейчас думаете что вы там все запомнили слайдик всегда вы можете заскринить что-то сделать вам пупу пупу когда отвечаете на задание нужно научиться быстренько рисовать какую-нибудь такую схемку типа для себя помечается вот быстренько нарисовали хоп это и идет к голове хоп это идет к ногам произошло кровообращение понятно что вы это будете рисовать все скажем так одной какой-то черной гелькой но я вам так помечаю смотрите вот вы такую незамысловатую схемку нарисовали поставили стрелочки куда идет кровь самое главное чтобы вы помнили как называть какой сосудик и вам будут даваться всякие перечисления типа трехстворчатый клапан допустим да вы понимаете что вот единичку надо тут ставить давайте буду другим цветом единичку тут надо ставить там двухстворчатый понимаете тут надо ставить там горят они подвздошные артерии значит троечку надо вот тут ставить потому что они там будут подвздошные артерии капилляры легких четверочка вот здесь вот будет потом не знаю скажется что укол сделали в ягодичную мышцу допустим вы понимаете что это вот где-то вот здесь венозный короботок который переходит вот это вот там произошло там нужно поставить пятерочку ну и допустим лечат что там будут лечить может подвздошные зря сюда написал допустим вот почки а вот лечит почки вот почечная давайте троечку здесь вот нарисуем играет укол сделали вот сюда допустим в ягодицу да и расположить все циферки напишите как будет идти кровь ну и соответственно кровь вы просто берете его так вот введете то есть я к тому что это надо не устно делать нужно нарисовать такую вот незамысловатую схемку да и вас получается там конец последовательность 54 потом один-два-три вот идет вы ее такую эту последовательность составляете и радуетесь что у вас правильный ответ у вас начинаются ошибки как только вы начинаете делать это все дело в уме или же вы эту схемку нарисовать не можете просто доведите до идеала то есть каждый раз когда вы будете делать какое-то похожее задание просто рисуйте такую схему пускай вы не будете что-то подписывать ну вы должны понимать где же здесь что находится то есть это не немного времени но вы должны это рисовать если это понятно плюсик поставьте то есть это то что дома надо потренироваться где можно будет запись посмотреть записи я скидываю в чатик в вайбере вот прям туда при том это не закрытые ссылки их на ютубчике еще можно глянуть это многие занятия которые по будням идут там их можно посмотреть только по закрытой ссылке а эти ссылки они открыты в общем доступе давайте еще раз посмотрим на то что находится справа сердце которое не схематически нарисовано ну это плюс минус не схематически обратите внимание такие штуки как хорды 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 они внутри прикрепляются к желудочку и к клапанам на если оборвется какая-то такая хорда то она будет очень очень большой шум в сердце и такое тоже случается иногда вот так верхняя половина видим нижняя половина видим правое предсердия видим правый желудочек видим из правого желудочка вот он выходит легочной ствол легочной ствол вот это вот клапан легочного ствола а вот это вот видите это клапан аорты ортальный клапан вот это вот двустворчатый клапан метральный между левым пресердием и левым желудочком ну схематично то что вам надо знать по сердцу это вот что то такое и где лево где право и не путаться пресердия желудочка так давайте дальше вот еще немножечко картинка сердца но тоже стану орды чтобы посмотрели вот такие вот интересные строение стенки сердца то есть смотрите как как желудок как сердце сосуды они имеют три стенки это эпителий до эндокард мышечная оболочка миокард и перикард это соединительная тканая оболочка допустим вот внимание вопрос что вам скучно не было есть такое понятие вот если берем латынь берем эндокардит да миокардит перикардит это будет называться воспаление ну то есть эндокардит это воспаление значит эндокарда вот представьте что у пациента эндокардит воспалилась вот эта оболочка он очень сложно диагностируется давайте посмотрим на сердце и внимание вопрос как считаете какая половина сердце левое или право правое чаще воспаляется и у кого такое редкое заболевание бывает ваше предположение давайте чатик черканите что эти что ваши мозги чуть-чуть подумали и знаю как круги кровообращения как кровь входит вот постарайтесь подумать ну вопрос задал да давайте хотя бы вот напишите в чате к левая или правая половина сердца часть чаще вас пальмой если это эндокардит это левая или правая половина сердца давайте так сушу глазу за левую ну да так алиса за правую теперь вопрос такой еще на засыпку но просто подумать правильный ответ будет правая то есть по факту эндокардиты именно эндокардиты именно инфекционные эндокардиты они вот в правой половине сердца бывает вопрос что это за пациенты по какой причине у них они случаются так секунд 20 подумать а подумали можете плюсики поставить там что если вы подумали и ничего пока не придумали не они инфаркт вот инфаркт чаще в вену хотят вот вообще может как повезет до вены ну не сами вены вены по сути не виноваты они просто идут в правое присердие в правую половину сердца вот вам заодно видите чтобы лучше запомнилось что вены они идут раны короче я вам открою секрет это не раны это наркоманы колет себе всякую ерунду в вены и это потом попадает в правую половину сердце вызывает там часто воспаление часто они не соблюдают правила септики антисептики это все короче очень так печально вот прикольно да теперь могу еще интересную штуку тоже пока есть время посмотрите вот у нас сердце вот левая половина сердца левый желудочек вот вы говорите инфаркт давайте представим что здесь произошел инфаркт то есть вот часть кровь она должна идти куда она это должна идти голове и должна идти к ногам то есть она туда идти как бы перестает теперь вопрос вот вот у нас есть легкие легкие есть кровь по легочному стволу идет в легкие а из легких она идет вот сюда в левое предсердие потом в левый желудочек а левый желудочек плохо качает кровь дальше к голове короче ногам что происходит с легким если в легкие кровь притекает но скажем так левый желудочек вот плохо откачивает ее короче я вам тоже подскажу легкие начинают отекать и у человека может появиться даже кровохарки то есть он может такой пенистый розовый мокротый кашлять вот один из таких я даже однажды такое видел один раз нынче связи с тем что все очень активно лечится это очень редко можно наблюдать вот но можно это увидеть для чего я привожу эти примеры чтобы вы чуть-чуть лучше запомнили куда течет кровь откуда куда просто мне кажется такие немножечко эмоциональные примерчики если это где-то помогло можете плюсик поставить потому что опять же все эти схемки вот здесь можно на этой схемке все это отразить и будет все понятно опять же допустим если случается какая-то пневмония в легких вот в легких произошла пневмония соответственно крови очень сложно то есть вот этому вот правому желудочку очень сложно пихать кровь в легкие потому что там идет воспаление отек и так далее кровь туда пихать сложно соответственно возникает перегрузка этого права претерлия более того это видно на и кг даже когда кардиограмму снимают можно кардиограмме даже увидеть то есть проблемы с легкими пневмонию там еще другие вещи можно даже по кардиограмме заподобить прикольно да вот поэтому когда поступите в медицинский там вы будете изучать анатомию очень внимательно это все дело изучаете да потом будет куча у вас всяких предметов где вот вас будут всяким таким штукам учить и будут учить думать и как бы поэтому сам круг кровообращения откуда куда течет кровь лучше вам сейчас идеально разобраться с этой схемкой если вы еще не допоняли да потому что потом на эти маленькие базовые знания вам очень много всякой информации разных будут навешивать полезные и интересные вот так ну что можете плюсиком поставить будем двигаться чуть чуть дальше вот я вам поставил кардиограмму здесь всякие страшные слова тахикардия брадикардия зачем она здесь есть вы видели всякие такие задачки да где человек допустим залипала и не знаю ну давайте так играл в доту десять часов пойдет на вот десять часов играл человек доту и за эти десять часов вопрос сколько часов у него сокращались предсердия желудочки и была допустим общая диастола при частоте сердечных сокращений это буква ч 75 ударов в минуту смотрите частоту можно взять вообще любую она дальше все остальное высчитывается что нам нужно здесь самое главное понять вот у нас есть п интервал вообще вот этот п это сокращение предсердий вот это вот здесь на рисунке не вот как бы импульс идет по перед сердцем да и на кардиограммке это отображается таким вот образом он длится 0,1 секунды дальше идет сокращение желудочков вот этот вот зубчик когда идет интервал вверх это импульс идет по желудочкам сюда верхушку сердца а когда отсюда импульс идет вниз вот вот сюда рс да это он идет вот как бы вверх по этим пучка то есть вот этот вот зубец qrs он замеряет сокращение желудочков и желудочки сокращаются 0,3 секунды вот дальше идет какое-то количество пауза то есть смотрите что надо запомнить что за один цикл один цикл предсердия сокращаются 0,1 секунды а желудочки сокращаются 0,3 секунды но это реально запомнить что предсердия 0,1 желудочки 0,3 при частоте сердечных сокращений 75 ударов в минуту весь цикл будет 0,8 секунды это можно либо запомнить что весь цикл будет 0,8 либо можно высчитать то есть высчитать можно как по пропорции смотрите справа есть место в такое то есть если 75 ударов это будет за 60 секунд то один удар будет за сколько секунд это x и x отсюда будет равен 60 разделить на 75 и вы таким образом понимаете что для того чтобы понять сколько один цикл занимает времени вам нужно просто эту 75 заменить нужной цифрой которая вам дается вот в данной ситуации это будет 0,8 теперь смотрите если предсердия сокращались 0,1 желудочки сокращались 0,3 а весь цикл 0,8 то сколько составило в данной ситуации время когда была общая диастрола когда сердце полностью отдыхало напишите вот в чате чтобы я понимал что вы чуть-чуть соображается что происходит 0,4 правильно то есть диастрола 0,4